Прошедшая зима стала самой снежной для Ульяновской области за последние 10 лет. Впереди плюсовая температура, а значит перед ульяновцами стоит угроза паводка. Особенно беспокоятся жители потенциально опасных районов, которые подтопляют регулярно. Это Вырыпаевка и Боротаевка, Мостовая, Сельдь, Дачный. Прогноз обращает непростая ситуация с ливневками в Ульяновске и Димитровграде. По словам главы Ульяновска Александра Балдакина, город приобрел три новых насоса и две бензиновых мотопомпы для расчистки ливневок. На сегодняшний день специализирована техника, готова к периоду прохождения паводка в 2024 году. В рамках содержания ливневной канализации МБУ на Доринстрое в 2024 году планируется выполнить очистку водоприемных колодцев 4075 штук, установку крышек колодцев 116 штук и дождеприемных решет в количестве 42 штуки. В областном центре есть риск подтопления порядка 100 жилых домов пригородной зоны. Например, 21 дом в Братаевке и 18 домов в Лугову. Спасатели оповещают жителей о возможной опасности, прорабатывают вариант их временного расселения. Также в эти дни проходят всероссийские командно-штабные учения, к которым присоединились сотрудники управления гражданской защиты и МЧС. На первом этапе мы отрабатываем эвакуацию населения, попавшие в зону паводка. В частности, сегодня это один из элементов показывают спасатели городские. А так, основные вопросы – это эвакуация населения с зоны потопления. Это вы сегодня видели, как мы сегодня брали статисты, проходили по посадку автобусов. Соответственно, направление их в пункт временного размещения, работа техники по минимизации последствий. Из-за возможного подъема воды в реках Александр Балдакин дал поручение строителям, которые работают на Минаевском мосту и мосту в створе улиц Шевченко-Смычки. На первой переправе замерзший песок разобьют гидромолотом. На второй – расширят русло на 20 метров. В пригородах расчищают водоотводные канавы. На мостовой работают уже вторую неделю. Задействуют технику муниципальных предприятий. Водоотводные канавы очищаются тремя комплексами. В два этапа. Один комплекс убирает территорию прилегающих к водоотводным каналам. И два комплекса непосредственно по расчистке водоотводных кода, чтобы не допустить подтопления домовладения. Также для пяти низководных мостов, где систематически наблюдается перелив талых вод и размывы земляного полотна, заготовлено порядка трех тысяч тонн щебня и три тысячи мешков с песком. Они нужны для сооружения барьеров вдоль обочин. С транзитных участков дорог вывозят снег. Анна Тищенко, Управда ТВ.